Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем в выпуске. Беспечность на дороге может стоить жизни. О причинах печальной статистики и что может ее улучшить, смотрите в выпуске. По плану крыша над головой, а на деле руины. Семь многоэтажек в поселке Семендер, признаны подлежащими сносу. Подробности далее. Серьезный настрой с серьезной командой. Дагестанские борцевольники готовятся к чемпионату России. Уголовное дело. Возбуждено по факту гибели шестилетней девочки в Цунтинском районе. В селе Хутрах в обрыв скатился грузовой УАЗ, в котором находились трое несовершеннолетних детей. Двое пятилетних мальчиков с различными травмами доставлены в больницу. По версии следствия, автомобиль был оставлен хозяином без присмотра и не запертым на ключ на окраине аула. Дети залезли поиграться и задели ручник, в результате чего внедорожник покатился с 70-метровой высоты и въехал в постройку. Хунзахским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России по Республике Дагестан по факту смерти шестилетней девочки в селе Хутрах в Цунтинском районе Республики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ. Причинение смерти по неосторожности. Вождение в нетрезвом виде, обгон. Причин аварий на дорогах немало, но первое – это беспечность, в результате чего количество ДТП растет, как и число погибших. Полицейские сводки в очередной раз напоминают о будто неразрешимых в Дагестане проблемах дорог и дураков. Наша республика находится сейчас на шестом месте в стране по числу ДТП со смертельным исходом. О причинах печальной статистики и что может ее улучшить в сюжете с Алией Магомедовой. Нарушали, нарушаем и будем нарушать. Порой, глядя на тревожную статистику автопроисшествий, складывается впечатление, что именно это правило неуклонно соблюдают водители в Дагестане. Только за прошлую неделю в республике в результате ДТП погибли 9 человек, а пострадали еще 75. О сложной обстановке на дорогах говорили на пресс-конференции начальника региональной госавтоинспекции Александра Шалагина, которая была посвящена итогам деятельности ведомства за первый квартал 2024 года. С 1 по 14 апреля на территории республики зарегистрировано резкий рост, ухудшение ситуации обеспечения безопасности дорожного движения. И за этот период уже на территории республики погибло 15 человек. По словам Шалагина, строительство новых дорог и разделение потоков движения не помогут в случаях нарушения ПДД. Потому что аварии в основном происходят из-за выезда на полосу встречного движения, несоблюдения очередности проезда перекрестков, вождения в нетрезвом виде, наездов на пешеходов. Иными словами, порой дело в человеческом факторе. С этим согласны и сами участники дорожного движения. Молодежь, не знаю, куда-то спешить. Скорее всего, из-за этого. Это, наверное, не довели до наших детей, до молодежи, что в любой пункт правил дорожного движения, оно написано чьей-то кровью, это чья-то потеря ребенка, отца, мать, кто бы ни был. Всего лишь недисциплинированность, которую мы не привели детям, наверное. Но я не могу точно сказать, почему. Потому что все без правил ездят. Мое мнение, да? Не соблюдают. Да, не соблюдают правила. К слову, за три месяца этого года в республике произошло около 300 аварий, которые унесли жизни 70 человек. Всего же в указанный период времени инспекторы ГАИ выявили почти 777 тысяч нарушений правил дорожного движения. Это плюс 72 тысячи к прошлому году. Конечно же, да, это в первую очередь заслуга автоматической фиксации, это центр фото-видео фиксации, который продолжает исправно работать. Установка камер фото- и видеофиксации, нарушений ПДД, наказание рублем могли бы стать выходом из ситуации. Но, как показывает практика, не стали таковыми в Дагестане. Об этом, как отмечают эксперты, свидетельствуют относительно небольшие штрафы за несоблюдение правил дорожного движения, рост числа аварий, а также погибших и пострадавших в них людей. До конца этого года на наших дорогах появится еще 500 таких комплексов. Вместе с этим с 1 сентября вступает в силу изменение федеральный закон номер 257, по которому ужесточаются требования к их монтажу. Комплексы фото-видео фиксации необходимо устанавливать только в местах аварийности или в очагах концентрации ДТП. Порядка, я думаю, 80% комплексов фото-видео фиксации, в принципе, могут не подпадать под требования, и с этим надо будет что-то делать, или их подключать, или переставлять, перемещать на другие места. Я бы не стал рассматривать комплексы фото-видео фиксации как отдельный инструмент для снижения аварийности. Они свою лепту могут внести, но практика показывает, что это бывает всегда где-то не более 10%. Наш эксперт отмечает, более эффективны эти камеры только в качестве дополнительного инструмента к основным мероприятиям по обеспечению безопасности дорожного движения. А это все же освещение опасных участков дорог, установка искусственных неровностей, нанесение правильных разметок, оптимизация работы светофорных объектов. В целом то, над чем в республике еще нужно поработать. Салия Магомедова, Магомед Магомедов, Дауд Гассанов, Новости ННТ, Махачкала. Семь многоэтажек в поселке Семендер по улице Тупиковая признаны подлежащими сносу. Суд Кировского района Махачкалы удовлетворил требования администрации столицы о признании объектов самостроями. В мэрии города отметили, что разрушены будут многоквартирные дома, в которых еще не начата внутренняя работа, а находятся на стадии строительства. Отметим, что у всего в Махачкале около 90 незаконных многоэтажек, которые подлежат сносу. В Махачкале продолжается работа и по демонтажу незаконно установленной рекламы. Очередной рейд сотрудники столичного управления торговли и предпринимательства провели по улице Устарбекова. Были выявлены несколько десятков баннеров, декоративных пленок и щитов, установленных самовольно. При этом большинство вывесок имеют непривлекательный вид, что портит архитектурный облик города. Ранее, по данным ответственных структур, всем владельцам были выданы требования очистить фасады зданий от незаконной рекламы. Однако многие предприниматели проигнорировали уведомления. Сотрудники МЧС посетили пункты временного размещения детей, прибывших из Белгородской области. Специалисты ведомства провели с ними профилактические беседы по пожарной безопасности и показали, как правильно применять первичные средства пожаротушения. Кроме того, персонал был обучен действиям при чрезвычайных ситуациях. Психологи провели мониторинг психоэмоционального состояния детей и оценили его как благоприятное. Фонд Энсан – один из первых, кто протянул руку помощи оренбургскому народу. Там впервые за 100 лет произошло самое мощное наводнение. Более 50 тысяч людей остались без крыши над головой. В эту трудную минуту дагестанцы на месте оказывают пострадавшим первую помощь. Видя это, представители местной администрации и духовенства поблагодарили дагестанский народ в лице муфтия Дагестана за своевременную материальную помощь и моральную поддержку. Беда объединяет людей. За 100 лет максимально поднимался Урал на 9-700, меньше 10 метров. За 100 лет меньше 10, и почему-то в 2024 году он вдруг поднялся аж на 12 метров. Спасибо дагестанскому муфтияту, то есть лично Ахмад Хаджиев, который даже не только позвонил, но, как сказать, прислал своих людей из фонда. В эти трудные моменты для Оренбуржа. И ваше дело, конечно, благое, алхамбуллах. Это очень хорошая миссия, почетная миссия, да? И мы вам за нее очень благодарны. Вам огромное спасибо за поддержку, за помощь. И, как говорится, мы едины и вместе мы силы. Спасибо большое и фонду «Инсан», и тем людям, которые приехали в Оренбуржские края. Дагестанские борцы-вольники готовятся к чемпионату России. Турнир в подмосковном Одинцово стартует 30 апреля и продлится 5 дней. Сейчас команда на базе в Карамане оттачивает работу на ковре. В строю все сильнейшие борцы – олимпийцы, чемпионы мира и Европы. О том, как команда подходит к главному предолимпийскому старту, узнавал Курбан Рагимов. Ему слово. Меньше двух недель до старта чемпионата России в Подмосковье соревнования на лайф-арене станут определяющими при формировании состава сборной России на Олимпиаду. Попасть в Париж и завоевать там медаль мечтает каждый из этих борцов, а потому здесь, в зале, они все выкладываются с полной самоотдачей. Две тренировки в день – настрой на победу серьезной. 80 дагестанских вольников к главному старту сезона намерены подойти во всеоружии. В обойме все лидеры нашей команды. Несмотря на все сложности, они, не избавляя обороты, готовятся к каждому предстоящему старту. Ребята в хорошей кондиции. Они дома тренировались, поэтому нагрузки все принимают, нагрузки все выдерживают. Это Олимпийский год. Борьба идет за олимпийские лица, представляет нашу страну на Олимпийских играх. Поэтому они все понимают. Ну, в любом случае, мы на собрании говорим, что это какая-то Россия, какая-то имеет она значение для нас, для них самих. Поэтому как-то и мотивируем, конечно. Но в любом случае, мотивация у них своя тоже есть. Одной из самых конкурентных в Одинцово станет олимпийская категория до 65 килограммов. В спорте титулованных и подающих большие надежды вольников вмешается Абазгаджи Магомедов. Чемпион мира из Хасавюрта тоже рассчитывает на попадание в олимпийскую команду. Это олимпийский вес. И 65 килограммов. Это одни из сильных борцов там. И я знаю, как там будет тяжело. И я готов ко всему. И готовлюсь. Потому что нету непобедимых. У всех две ноги, две руки. И буду на каждого настраиваться. Все шесть минут бороться. А там как пойдет. Я все возможное сделаю. И там очень крепкие ребята. Также в весе поднимется еще один чемпион мира Ахмед Усманов. Он попробует силу в категории до 86 килограммов. А попадут ли россияне в Париж, вопрос пока остается открытым. У спортсменов же задача одна – быть готовыми к любому повороту событий. Сейчас такое время. Кого-то допускают, кого-то нет. И расслабляться никак нельзя. Надо быть всегда готовым. Быть в обойме, как говорится. Ну здесь у нас с республики, с нашей, есть очень много хороших борцов. С кем не просто так. С кем приходится рубиться. И также наши осины. С ними тоже, я думаю, просто прогулки не будет. Придется нормально побороться, зарубиться, как говорится. А мы к этому готовы уже. Чемпионат России пройдет с 30 апреля по 4 мая. Напомним, что год назад на аналогичных соревнованиях в Каспийске борцы сборной Дагестана завоевали 4 золота. Плюс еще две награды высшей пробы были у воспитанников республиканских спортшкол, выступавших за другие регионы. Курбан Рагимов, Нурмагмед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи.